Проект рекультивации рощи был создан еще в 2020 году, согласован с комиссией с участием федеральных экспертов. Но подготовительные работы начались только недавно. Сейчас рабочие вручную убирают валежники из ручьев, очищают пространство от упавших деревьев и веток. Также начали убирать загрязненный груд. Техника приступит к работе с приходом минусовой температуры. Проект производственных работ повторно отправлен в Роспроднадзор на этой неделе. Ждем результатов рассмотрения. Проверки производятся, контроль, точнее, работ производится ежедневно. Сотрудники министерства приезжают, смотрят, что делали, куда движутся, что они делают. Чтобы был виден процесс продвижения данных работ. В Виновской роще планируется изъятие и вывоз загрязненного нефтепродуктами грунта и замена его на чернозем. Об устройство водозаборов, загрязненных родников, демонтаж старых очистных сооружений и постройка новых, современных. Все это должны успеть к концу декабря 2023 года. Нефтепродукты Виновской рощи появились после возгорания состава с нефтепродуктами на старом вокзале в середине 70-х годов. Данный пожар при тушении, для того, чтобы не произошлось взрыва и дальнейшее разгорание, оно просто сливалось на землю. После ликвидации данной чрезвычайной ситуации, все, что смогли, и убрали. Но до того, как убрали то, что было на земле, большое количество нефтепродуктов просто-напросто впиталось в землю. В связи с тем, что у нас под землей имеется вода, подземная вода, то есть с этой линзой вода начала движение. Движение пошло к другой воде, то есть к Волге. И получилось так, что она вышла к Виновской рощи. Объект накопленного экологического вреда, принесенный уникальному памятнику природы Виновской рощи, включен в проект оздоровления Волги, нацпроекта «Экология». На его реализацию выделено 256 миллионов рублей. Продолжение следует...